Всю неделю сотрудники Следственного комитета и эксперты МАК выясняли причины авиакатастрофы в Подмосковье. Выводы делать пока рано, но известно, что претензии к саратовским авиалиниям возникали задолго до крушения Ан-148. С подробностями Андрей Романов. Пригород Тамбова, поселок Северный. Здесь осталась семья Валерия Губанова, командира Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля. Жена и дочь пилота не хотят верить в то, что он никогда не вернется домой. Убитые горем женщины отказались от интервью, и их можно понять. Но за кадром все же сказали несколько слов об ушедшем отце и муже. Он в дальней авиации служил, уволился на пенсию. Последние годы он служил в авиации МВД, но он был летчиком все равно. Потом он работал здесь, у нас в Тамбове, может года два. На земле он себя чувствовал некомфортно. Он говорит, я каждый день знал, что я все равно восстановлюсь. Мечты Валерия Губанова сбылись. Здесь он сменил военную авиацию на гражданскую. Сначала работал в авиакомпании «Россия», затем перешел в саратовские авиалинии. Из 5000 часов налета более 2000 пилот провел в кабине Ан-148. На нем же совершил свой последний полет. 11 февраля Валерий Губанов поднял в воздух борт под номером РА-61704. А уже через две минуты самолет, следующий рейсом Москва-Орск, пропал с радаров. Диспетчеры забили тревогу и обратились к другим экипажам с просьбой осмотреть место исчезновения лайнера. Необходимо будет сообщить мне, будут ли какие-то отметки. Вот примерно на один час полета на удаление 30 километров. Через полчаса стало ясно. Самолет потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил. Саратовские авиалинии, куда был приписан разбившийся Ан-148, предприятие с богатой историей. В последние годы все больше скандальный. По словам местных журналистов, компания всегда была закрыта для прессы. Но мы все же попытались получить официальный комментарий. От имени редакции мы написали большое письмо на имя директора саратовских авиалиний. В интервью обещали не поднимать тему авиакатастроф, вопросов и без того много. О деятельности перевозчика, техническом состоянии самолетов, пассажиропотоки. В общем, о фактах, стандартных для любой авиакомпании. Ответ из Саратова пришел быстро и очень удивил. Судя по тексту, на официальном бланке, подписанном генеральным директором компании, в саратовских авиалиниях даже не читали наши вопросы или умело сделали вид, красиво сославшись на тайну следствия. В ответ на ваш запрос сообщаю следующее. Пока идет работа следственных органов, авиакомпания саратовские авиалинии не комментирует версии катастрофы с самолетом Ан-148. Летный парк Саравиа сегодня выглядит следующим образом. Четыре самолета Ан-148, два бразильских Эмбраера и девять Як-42. По данным СМИ, у саратовских авиалиний нередко случались внештатные ситуации во время полетов. Например, в феврале 2017-го в Уфе из-за сложных метеоусловий их борт развернуло на взлетной полосе. А через полгода Ан-148 совершил экстренную посадку после срабатывания аварийных датчиков. Авиакомпания прославилась и регулярными задержками рейсов. Людям порой приходилось ждать вылета сутками. А бывало, пассажиров даже просили потесниться, чтобы хватило места для семьи генерального директора. Один из пассажиров этого рейса обратился к нам в редакцию и рассказал о том, как службы аэропорта обратились к нему с просьбой. Возьмите своего 10-летнего ребенка на колени, а мы его зарегистрируем как двухлетнего. Согласно авиационным правилам, до двух лет ребенка можно перевозить без предоставления места. На освободившееся место этого пассажира был посажен сын Игоря Третьякова. Дочь директора авиакомпании Игоря Третьякова тогда летела в кабине пилотов. После приземления девушка опубликовала в интернете фото, сделанное рядом с экипажем. Пассажиры рейса были возмущены произошедшим. В результате Игорь Третьяков стал фигурантом уголовного дела, а Саравия лишилась части лицензии. Компании запретили международные перевозки. Речь шла и о полной приостановке деятельности. Нарушения вовремя устранили, но неприятности на этом не закончились. Проблемы у перевозчика были не только в небе, но и на земле. Осенью 2015-го гостехнадзор запретил компании использовать технику, обслуживающую аэропорт. Вскоре в сети появились вот эти кадры, снятые пассажирами на мобильный телефон после приземления. Надо выбирать, будет помогать. Раньше мы смеялись над тем, как доставляют трап к самолету. О том, какую еду предоставляют пассажирам. О том, насчет того, что часами, иногда сутками приходится ждать своего рейса. О ценовой политике, о монополизации рынка, о выдаче багажа. То есть тема всегда жила. Но настолько часто были поводы для критики, что у людей, у многих пассажиров, выработался иммунитет. Выбора у пассажиров не было. Долгое время Саравия оставалась монополистом в регионе. Сейчас из Москвы в Саратов летает еще одна авиакомпания. Но это всего два рейса в сутки. Основные перевозки по-прежнему остаются у саратовских авиалиний. Поздно вечером очередной ярко-оранжевый борт совершает посадку в аэропорту областной столицы. Пассажиры выходят из терминала и идут мимо цветов, которые люди оставили на площади. В память о погибших в результате крушения Ан-148. Пока эксперты расшифровывают данные с бортовых самописцев рухнувшего самолета, опытные летчики осторожно делятся возможными версиями катастрофы. Они полагают, что пилоты могли не включить приборы обогрева датчиков скорости воздушного судна. Техника обледенела и показывала неверные данные. Ситуация неприятная. Отказ, естественно, пилот думает, что у него падает скорость. Естественная реакция разогнать эту скорость. Но непонятно, почему вот эту информацию экипаж воспринял вот так буквально. Так как двигатели-то работают. Двигатели не отказали. Тяга есть. Они летят. Пилот первого класса Андрей Литвинов считает, что у летчиков могла возникнуть паника из-за внештатной ситуации. Есть данные, что незадолго до крушения пилоты ругались между собой в кабине и могли не контролировать полет. Когда стали разгонять, перевели самолет в пике, то была облачность низкая. 200 метров высота облачности. Вот возникла вторая иллюзия, что мы высоко, мы разгоняем скорость, а когда вынырнули из облаков, вот она земля. Эта версия сейчас рассматривается в числе основных. Точные же причины крушения Ан-148, унесшего жизни 71-го человека, установит специальная комиссия, которая занимается расследованием авиакатастрофы. Андрей Романов, Иван Зуев, Ольга Зотова, Сергей Бондаренко. Вести. Дежурная часть.